Приветствую вас! Немного странный у вас вопрос, в плане того, что вы предлагаете вам что-то доказать, но при этом доказывают, как правило, теории и теоремы, и доказательствами занимаются учёные на соответствующих научных конференциях, симпозиумах и прочее. Мы же здесь ни в коем случае не находимся ни на одном научном мероприятии, и, соответственно, доказывать вам что-либо мне представляется не конструктивным. Если у вас есть чёткая позиция по поводу чего-либо, и эта чёткая позиция вас устраивает, и вам она нравится, то, соответственно, я не вижу никакой проблемы, и, соответственно, не вижу, чем работать. Если вы хотите что-то поменять, то, соответственно, это уже можно и нужно сделать. Вот так работает психолог. Психологи не доказывают никому ничего, и, соответственно... Дальше. Я человек задумчивый, но очень вспыльчивый и раздражительный, если кто-то отвлекает меня от разумий, могу наорать и так далее. Ну, я полагаю, что мысли в данном случае являются формой избегания от реального мира, а вспыльчивость в данном случае является механизмом защиты, агрессии. Мне утверждают, что не могут в одном человеке сочетаться задумчивость и вспыльчивость. Ну, если вам кто-то утверждает, этот человек явно не знаком с психологией, и заявляет совершенно безответственные вещи, за которые он не способен ответить. Вы пишите, либо докажите мне, что эти два гаджета могут сочетаться, а как вам доказать? Вы и есть живое доказательство, как вам это сказали мои коллеги. Или вам, что, научную статью привезти, или что? Как доказать? Как доказать? Либо укажите мне на ошибки с формулировкой терминов вспыльчивость и задумчивость. Ну, я не знаю насчет формулировок, потому что это нужно выяснять, что вы подразумеваете под вспыльчивостью и что вы подразумеваете под задумчивостью. Понимаете, потому что для разных людей это разные, в общем-то, понятия, разные значения. То есть можно назвать человека, который, можно назвать задумчивым человека, который просто смотрит, ну, например, стену куда-то, да, там, или что-то еще. Можно ли это сделать, можно ли вызвать, можно ли назвать человека, который просто о чем-то думает напряженно, да, или просто думает, не напряженно даже, задумчивым. Понимаете? Ну, для кого-то, да, для кого-то это вполне реально, для кого-то это вполне нормально, ну вот. А для кого-то задумчивость это совсем другая история, когда человека зовешь, ну просто зовешь, 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 а он, соответственно, не реагирует никак, например. Вот. Вот для некоторых задумчивость такая. Да, да, спильчивость. Спильчивость, та же самая история, что для некоторых спильчивость это просто повышение голоса, все, уже спильчивость. Спильчивость. А для некоторых людей это крик, истерика, это есть спильчивость. Вот. Другое дело, другое дело, что с задумчивостью самой по себе нет ничего плохого, если она не вредит вам. Вот вам. Вот. Но очевидно, что проблемой является тот факт, что вы можете наораться. Это не нормально. Не нормально, что вы раздражаетесь. Вот. Что вы очень раздражительны и вспильчивы. Это не нормально. То есть это свидетельствует о том, что у вас есть страх и проблемы с личными границами. Вот. Есть некие такие эмоциональные комплексы, то есть сочетание эмоций, да. То есть вот вы задумались, ушли в мир мыслей. Вот. Вас кто-то, например, позвал, и вы не хотите оттуда выходить. Не хотите выходить из своих мыслей. Почему? Потому что мысли, они более привлекательны для вас, чем реальный мир. Вот. Реальный мир для вас, ну, что-то вроде угрозы. Не в буквальном смысле угрозы, а прямо угрозы. Вот. Но очевидно, что что-то такое есть. Что-то такое. Может быть. Может быть. И, соответственно, вот это можно подкорректировать, если вы хотите. Вот. Можно подкорректировать такую историю, чтобы, ну, чтобы не было у вас негатива. Вот. 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 Чтобы не было негатива в отношении, ну, в отношении других людей. Вот. 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 В которые, ну, вызывают вам отражения. Вот. Вот. Понимаете? то есть, это всё, в принципе, можно скорректировать. Вот. Ну, если хочется, конечно. Если хотите, конечно. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. переубеждать, да, вас. Вот. Вот. в том, что это неправильно, раздражаться. Например, я не собираюсь, если хотите, чтобы это поменялось, то можно помочь вам. Если не хотите, то, соответственно, оставайтесь в этом состоянии. Вот. И будьте готовы тогда к тому, что с людьми у вас будут проблемы. Ну, могут возникать проблемы. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить, Максим. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.